Добрый вечер! Добро пожаловать всем на вторую часть нашего семинара, который посвящен теме ученичества. Вчера я упоминал о том, что существует целый ряд различных проблем, с которыми мы сталкиваемся в нашей церковной жизни. И ответ, скажем так, на проблему эмоционально нестабильных людей, людей, на которых нельзя положиться, это именно ученичество. Если мы начинаем сравнивать первую церковь, которая описана в книге «Деяния апостолов» и в «Посланиях апостолов», с современной церковью, то нам всем будет нетрудно заметить одну огромную разницу. Для церкви первой ученичество было неотъемлемой и основной частью их, скажем так, нахождения в церкви. И первый шаг, который нам необходимо сделать, это иметь самим четкое представление о том, что с точки зрения Писания имеется в виду под словом ученичества. Вчера я объяснял те основополагающие шаги, которые необходимо сделать любому человеку, чтобы попасть в Царство Божие, и прежде чем сам процесс ученичества может вообще начаться. Но, может быть, вы обратили внимание, что вчера, например, я не дал четкого определения, что означает быть учеником Христа. И это то, чем мы будем заниматься с вами сегодня. Давайте с вами посмотрим непосредственно отрывок Писания, где сам Иисус объясняет, что в его понимании означает быть его учеником. И это Лука 9, 23 стих. И так, Лука 9, 23. И давайте посмотрим с вами еще одно место Писания, снова из Евангелия. Евангелие от Луки, 14 глава, 26 и 27 стихи. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей. И братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И 27 стих. Тот, кто не несет свой крест и не идет за мной, не может быть моим учеником. Итак, Иисус учил, что его ученик – это такой человек, который ежедневно берет свой крест. Это неотъемлемая часть – быть учеником Христа, это брать свой крест. Но при этом, наверное, вам тоже с этим согласитесь. Нам всем очень важно понимать, что означает эта фраза «брать свой крест». К сожалению, я практически уверен, что если в разных церквях, в которых я бываю, спросить у людей в собрании, как вы понимаете, что значит брать свой крест, многие из них не будут в состоянии это объяснить. Да, или, как это часто бывает, то, что люди теоретически могут объяснить, они не практикуют это в своей жизни. Итак, для нас важно, чтобы мы могли практиковать сначала понимать, что это значит брать свой крест. Некоторые люди воспринимают свой крест, как, скажем так, прохождение неких страданий, каких-то переживаний жизненных. Иисус здесь говорит, нет, это что-то, что мы делаем ежедневно. Мы ежедневно отвергаем самих себя и берем свой крест. И, естественно, из самого слова «ежедневно» нам становится понятно, что навряд ли речь идет о ежедневных похоронах близких людей, родственников или о каких-то катаклизмах ежедневных. Да, и благодарение Богу, что все это с нами ежедневно не происходит. И более того, никакой человек не может выбрать, скажем так, такого рода катаклизмы в своей жизни. Они, к сожалению, все настигают нас, когда мы их не особенно хотим. И еще важный момент, если мы посмотрим на учения апостолов. Становится как-то заметно, что мы нигде не находим, чтобы апостолы налегали до такой степени на какой-то крест, на то, чтобы что-то это брать, как, например, это делал Иисус. И более того, в Новом Завете я знаю только один такой стих Писания, это Галатам 5, 24, где говорится что-то похожее, где говорится, что они взяли и распяли свою плоть со своими страстями и похотями. Означает ли это, что для апостолов, например, тема креста не была настолько важной, как для самого Иисуса? Конечно же нет. Просто апостолы объясняли то же самое понятие, брать свой крест, просто другими терминами. И ключевым словом в этом во всем является отвергнуться себя. Отвергнуться себя – это, во-первых, отвергнуть все небожьи планы, желания и приоритеты в жизни. Взять свой крест – это такое внутреннее отношение, которое мы выбираем культивировать в себе каждый день. Это способность говорить «нет» ежедневно делам плоти и похотям плоти. И говорить «да» хождению в духе и тому, чтобы быть в нашей жизни и в наших решениях водимым духом. Давайте откроем с вами Тита, вторую главу. And the verses 11 and 12. Одиннадцатый и двенадцатый стихи. Читаем с вами Тита 2, 11-12. Здесь, в этом отрывке, мы находим просто выраженное другими словами то же самое понятие – отвергнуться себя и взять свой крест. Для того, чтобы нам пережить Божью спасительную благодать, нам очень важно научиться отвергать безбожную жизнь и, как здесь написано, земные страсти. И это синоним хождения в духе. Апостолы понимали, что если человек не наставлен и не послушен самому слову, то он, скорее всего, будет жить в своей жизни, вводимой своими плотскими страстями и похотями. Но всякий ученик должен научиться вести свою жизнь по духу. Почему? Потому что научиться ходить по духу – это то же самое, что сделаться свободным. Галатам 5, 16. Написано, например, ходите в духе. И за этим следует великое, скажем так, вознаграждение. И тогда вы не будете исполнять похоти плоти. И в целом мы побеждаем наши плотские страсти и похоти не тем, что мы бесконечно мучим и сражаемся со своей плотью, а тем, что мы выбираем и учимся жить в духе. Позднее мы более подробно об этом поговорим, но это просто общее описание того, кто такой ученик. И крест является Божьим орудием, которое он использует для того, чтобы, скажем так, преодолеть плоть. Так, чтобы мы могли наслаждаться Божьей любовью, Божьим присутствием, надеждой, ободрением и прочими разными чудесными вещами. И как Павел говорит, человеческая плоть, она всегда враждует против Бога. Никакая человеческая плоть не хочет угождать Богу и не хочет быть Ему послушна. Она не хочет Богу поклоняться. Она не хочет испытывать благодарность. Человеческая плоть всегда хочет находиться в негативном состоянии. Она находит радость и питание для себя в том, что она унижает и разрушает других людей. И благодарение Богу Он освободил нас от подобного образа жизни. Нам больше, Аллилуйя, уже не суждено жить в каких-то разрушающих и негативных тенденциях постоянно. Потому что, я надеюсь, вы помните, что в последний раз, когда вы сделали что-то по плоти, вы жили по плоти, вы навряд ли были в тот момент очень счастливым человеком. Согласитесь? Человек в таком состоянии не способен переживать Божье присутствие и в целом наслаждаться жизнью не способен. И поэтому, когда мы беремся говорить об ученичестве, нам важно говорить о, скажем так, этой стороне, но также и о тех преимуществах и благословениях, которые собой ученичество приносит. Поэтому, друзья, научиться образу жизни, который хочет для нас Бог, это не какая-то страшная вещь, это не наказание, это величайшее благословение, которому может обучиться человек. Поэтому нам очень важно не иметь и не культивировать в других людях вот этого негативного отношения, вау, опять вот это распинание плоти началось. Друзья, благодарение Богу за то, что мы с вами можем жить теперь вне этого разрушительного влияния нашей плоти. Если мы посмотрим на учение Иисуса, мы с вами обратим внимание, что сам Иисус лично для себя никогда не использовал. Иисус не искал неких верующих. Он никогда не искал себе каких-то сотрудников, работников для себя. Иисус всегда искал только учеников. И в современном христианском мире есть такая тенденция мыслить, давайте сначала соберем всех верующих, пусть сначала люди уверуют, а потом будем надеяться, некоторые из них хотя бы сделаются учениками. Но если вы посмотрите на новозаветную церковь, она состоит только из учеников. И их никогда не называли какими-то верующими, их называли учениками. Более того, прошло достаточно много лет со времен Пятидесятницы этого славного зарождения церкви, массового целого движения, прежде чем ученики Иисуса вообще стали называться христианами как таковыми. И рассматривая состояние современной церкви, мне кажется, что уже остро стоит такой момент, когда верующим стоит становиться учениками. И повеление, которое Иисус дает своим последователям, он говорит апостолам, идите и в русском переводе научите все народы, но все остальные переводы звучат так, идите и сделайте учеников. Недостаточно того, чтобы люди просто услышали Евангелие, на Него откликнулись и стали верить в Иисуса. Но для Иисуса было важно, и Он хочет это до сих пор, чтобы уверовавшие в Него были настоящими учениками. И, разумеется, каждый ученик, он верующий, во-первых. Но, понимая в свете слова, скажем так, признаки ученика, становится понятным, что не все верующие у нас сегодня ученики, к сожалению. Поэтому, скажем так, мы должны сделать ударение сейчас не на верующих, а именно на учениках. Иисус дал повеление апостолам, Он сказал, идите и делайте учеников, и это то, чем они были заняты. Давайте посмотрим Деяние 14, 21. И здесь мы увидим, как апостолы трудились для царств. Написано 21 стих из 14 главы Деяний. Они возвещали радостную весть в этом городе и приобрели много учеников. А затем они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию. Обратите внимание на 21 стих. Они не просто проповедовали Евангелие и возвещали радостную весть. В том или ином городе они приобретали или делали учеников. Еще также хочу обратить ваше внимание на то, что когда они проповедовали Евангелие, они не просто молились и говорили, Боже, а теперь из этих уверовавших и откликнувшихся сделай как-нибудь сам учеников. Апостолы понимали, что на них возложена эта ответственность сделать из уверовавших учеников. И это, к сожалению, тоже у нас недостающее звено сегодня. Итак, кто такой ученик? Ученик – это человек, которого научили жить по-другому. Сначала тот или иной человек, скажем так, бывает наставляем этим миром. Скажем так, вся система ценностей, понимания, что правильно, что неправильно, вытекает у людей из этого мира. Но теперь человек уверовал, стал христианином, и Писание говорит, он был перенесен в Божье Царство, которое категорически отличается от системы этого мира. Например, Павел говорит, как можно описать Царство Божие? Это праведность, мир и радость в Святом Духе. Интересно, что здесь порядок существует определенный в этих словах. Без праведности никакой человек не способен переживать мир. А не имея внутреннего мира, люди не могут радоваться. И кто такой ученик? Ученик – это верующий, который обучается новому образу жизни в Божьем Царстве. И обратите снова внимание на то, что апостолы понимали, что им придется это делать. Им придется помогать уверовавшим становиться учениками. Почему? Потому что апостолы были заинтересованы в том, чтобы церковь, которую они строят, была победоносной. Которую Бог может использовать как инструмент для спасения других людей. И поверьте, без ученичества это просто невозможно. И поймите, что часто потом, что мы видим, что когда у людей именно недостает этого центрального, скажем так, куска в общей картине, которая называется ученичество, люди начинают выдумывать, исследовать за всякого рода теориями. Например, скажем так, место, где собираются верующие, начинают свои сердца к Богу направлять, поклоняться. Это теперь у нас преобразовано, скажем так, в кампании по проповеди Евангелия, например. И в целом основное ударение сменилось. Вместо того, чтобы, например, во время поклонения, когда люди собираются, мы служили, во-первых, Богу и стремились Ему угодить. Теперь мы видим, насколько в современной церкви выросла эта тенденция делать наши церковные служения чем-то очень привлекательным для неверующих. Как будто бы наши церковные собрания, когда мы собираемся служить Богу, это должно быть еще и параллельной евангелизацией, которая привлекает неверующих. И если хотите знать, мы ничего подобного не находим в Писании. Верующие в Писании собирались и поклонялись Богу. Они наслаждались Словом, они переживали Слово, скажем так, через помазанное Слово они обличались, исправлялись, вдохновлялись. Для того, чтобы служить Богу лучше и поклоняться Ему и испытывать больше Божьего присутствия. И это удивительно наблюдать, потому что многие верующие как таковые уже перестали быть свидетелями Христа. Для окружающих людей теперь каким-то образом наши церковные собрания должны нести на себе функцию проповеди Евангелия. Понимаете же, о чем я говорю? И из этого подхода нового, когда центральные вещи, они сместились со своих мест, вытекают всякие просто удивительнейшие вещи. Недавно один человек мне рассказывал такую историю, что он попал в какую-то церковь. И там на всех сидениях в церкви лежал листочек, на котором было написано следующее. Пожалуйста, во время поклонения не поднимайте ваших рук. Потому что мы не хотим подобными действиями оскорблять наших гостей. Вот вы представьте себе. Понимаете, Писание говорит, я хочу, чтобы на всяком месте святые люди воздевали свои руки. Обратите внимание, воскресные служения тоже входят в эту категорию мест. Понимаете, и вот когда главное перестает быть на главном месте, и порядок вещей меняется, из этого начинают вытекать всевозможнейшие странные вещи. И все это происходит по одной причине. Не хватает центрального куска картины. Не хватает этого основополагающего принципа. Всякий верующий должен стать учеником. И ничего другого. Давайте с вами более подробно рассмотрим Матфея 28, 19-20 стих. Итак, Матфея 28 глава, самый конец главы, 19-20 стих. Иисус дает им здесь свое повеление, поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. А в 20-м стихе Иисус объясняет, 19-й стих, что это по сути значит. Тут написано. И учите их. Любому человеку необходимо, чтобы его учили Слово. Но учили для определенной конкретной цели. Их нужно учить не для того, чтобы они просто возрастали в познании Писания. Но здесь написано. И учите их для чего? Для того, чтобы они исполняли. Другими словами, для того, чтобы они возрастали в послушании. Итак, 20-й стих. Учите их исполнять все, что я вам повелел. Другими словами, Иисус повелевает здесь и говорит, вы должны проследить за тем, чтобы уверовавшие люди становились послушными последователями Иисуса. Если мы понимаем, как это Бог делает. Это не имеет никакого отношения к злоупотреблению, к злости и к такого рода вещам. Бог, например, говорит, я дам новое сердце. И я сделаю так, что вы будете ходить в соответствии с моими повелениями. Это сам Бог, который производит эту смену, эту перемену во внутреннем отношении. И это очень важный момент. Нам очень важно тоже хорошо это осознавать, что в этом процессе ученичества мы, как зрелые верующие, мы можем быть только помощниками для Бога, но эту перемену производит сам Бог. Мы фактически помогаем человеку сохранять правильное отношение, когда сам Дух Святой способен обучать, наставлять и работать в нем. Скажем так, возвращаясь к понятию ученичества, нам всем понятно, что это требует со стороны ученика некого правильного отношения или подхода. Любой человек должен, во-первых, внутри своего сердца сказать, я хочу, чтобы меня научили. Никакого человека, который не хочет обучаться, просто невозможно учить. И как подметил один мудрый человек, духовная власть, она не предназначена для того, чтобы сделать из нехочух, хочух. Но духовная власть предназначена для того, чтобы вести за собой людей, которые хотят. Тогда возникает вопрос, что нам делать с людьми, которые не хотят, которые, может быть, все еще пока не захотели. Как нам поступать с такими людьми? Мы их должны продолжать любить, благословлять. Мы должны продолжать показывать им удивительные преимущества и благословения ученичества. Молиться за них, чтобы они изменили свое отношение и захотели сами. Но нам не стоит тратить свое драгоценное время на то, чтобы пытаться обучать людей, которые ничему не хотят обучаться. Разумеется, это не значит, что всех нехочух мы начнем сейчас выпинывать из церкви. Нет, мы не перестаем этих людей любить. Но работать надо только с теми людьми, которые сами для себя понимают и решили, что Бог хочет видеть в них своего ученика и не кого-то еще. Давайте откроем с вами Исайю 50 главу, где мы можем с вами найти правильное внутреннее состояние ученика. Итак, Исайя 50 глава, 4 стих. Владыка Господь дал мне язык обучаемо, чтобы я знал, как уставшего поддержать словом. Утро за утром он будет меня, будет ухо мое, чтобы я слушал как ученик. То есть отлично, у нас тоже какой-то хорошенький перевод, конец этого стиха, утро за утром. Он будет меня, будет мое ухо, чтобы я слушал как ученик. Ученик – это человек, который учится. Это человек, который хочет научиться. И именно поэтому его и возможно научить, и спустя какое-то время такой человек начнет видеть перемены. И здесь говорится, я слушаю как ученик. Другими словами, когда человек с правильным внутренним состоянием ученика слушает слово, он хочет понять, что Бог говорит ему. В чем Бог хочет, чтобы человек изменился, что-то прекратил, что-то начал делать? Разные люди на самом деле слушают Божье слово с очень разным внутренним отношением. Например, есть люди, которые говорят, интересно и любопытно, может быть, мне сегодня расскажут что-то новенькое, чего я раньше не слышал. И как только человек слышит тему, которую он гипотетически уже слушал, когда-то, он говорит, а в этом нет ничего нового и начинает играться с телефоном. В реальности, когда человек теряет это внутреннее состояние, когда человек говорит, сегодня я слышу слово, что конкретно Бог мне говорит, как только теряется это состояние, начинается скукота. И потому что нам это становится скучным, в этот момент нам хочется заниматься чем-нибудь еще. Есть люди, которые начинают развлекать себя тем, что они говорят, о, вот эту часть проповеди я бы применил вон к тому брату, а вот это точно вот для той сестры хорошо было бы. И, конечно, мы-то с вами все очень духовные люди, мы понимаем духовное состояние всех братьев и сестер в церкви. Да, только об одном мы в неведении, о себе самих. И люди, которые сидят вот с таким внутренним настроем, они не могут извлекать пользу и слово. Итак, это очень важный момент, что желание научиться, желание услышать от Бога, это очень важная составляющая. Ученик также понимает Божьи цели для своей жизни. В наши дни очень многие люди интересуются, каков конкретный Божий план для моей жизни. И, соответственно, как только мы слышим слух, пошел слух, что приехал какой-то пророк, все туда бегут для того, чтобы услышать какое-то важное пророческое слово на свою жизнь. И поймите правильно, я, например, абсолютно точно убежден, что Бог по временам может использовать, скажем так, такой метод для того, чтобы вдохновить нас на какие-то Божьи планы в нашей жизни. Это правда. Но прежде чем Бог начинает открывать нам какие-то конкретные составляющие своего плана на нашу жизнь, очень важно, чтобы каждый ученик Христа понимал общую Божью цель и предназначение, которое он имеет для каждого своего ученика. Поэтому давайте посмотрим с вами сейчас на общие, применимые к нам всем цели ученичества. Матфея, например, 10, 24, 25, там содержится такое совершенно обобщенное призвание для всех нас. 24 стих. Ученик не выше своего учителя и слуга не выше господина. Пусть ученик будет доволен, если достигнет положения своего учителя и слуга положения своего господина. Да. Например, этот стих нам очень ясно показывает, что мы должны быть счастливы и довольны, просто возрастая в похожесть с Иисусом. И если быть как Иисус не является для нас чем-то восхитительным и радостным, могу вам сказать так одно, что ваше сердце на самом деле в данный момент не находится с Иисусом. И вам следовало бы покаяться и согласиться с Его целями на вашу жизнь. Потому что какая-то удивительнейшая честь и привилегия, что мы были призваны возрастать и становиться похожими на Христа в характере, во внутреннем отношении к людям, к жизни и ко всему остальному. Просто подражать Христу. Как раз об этом и говорится в Ефесянах 4.1. Там написано «Будьте подражателями Христа». Мы все призваны, во-первых, подражать Богу. И мы скажем «Вот это да, как это может быть?» Сказал и словом «Галактики сотворил». На самом деле наше подражание Богу заключается в нашей способности быть подражателями Его характера, Его сердца и Его отношения. Например, Павел говорит «Потому что у вас, у всех должны быть те же самые чувствования, что и у Христа». Другими словами, у вас должны быть те же самые переживания и тот же самый характер и отношения, что у самого Христа. И потом, после этого, он говорит о смирении Христа. И он говорит дальше о том, насколько Творец всей Вселенной, он смирил себя, и он принял образ раба и сделался похожим на нас. Итак, например, из этого стиха мы понимаем, что ученик – это тот, кто, подражая Христу, учится служить другим. Служить Богу, во-первых. Служить Божьей семье, которая есть церковь. И всем окружающим людям. Но самое важное – братьям и сестрам во Христе мы учимся служить. Так же, будучи служителями церкви, будучи людьми, которые, скажем так, помогают возрастать в ученичестве кому-то еще, мы должны с вами все осознавать, что в Царстве Божьем духовная власть работает только на личном примере, никак по-другому. Когда вы начнете делать учеников и обучать людей, вы поймете это. Скажем так, то, чего вы не имеете сами, вы никогда не сможете передать кому-то еще. Скажем так, если вы попытаетесь какого-то человека обучить чему-то, чего не видно явным образом вас самих, очень быстро вы начнете попадать довольно в неловкие ситуации. Знаете, когда вдруг мы попадаем в ситуацию, когда еще не очень хорошо обученный, продвинутый, и наставленный начинающий ученик говорит нам, а что-то я вот в твоей жизни у самого не вижу то, чему ты пытаешься меня обучить. Поэтому мы все должны помнить, что мы, во-первых, со своей стороны должны быть примером. Что, в общем-то, не означает, что мы должны сделаться идеальными людьми. И все мы будем возрастать в нашем подражании Христу до нашей смерти или пока Иисус не придет. Но каждый из нас все равно должен иметь эту возможность сказать о себе, что да, я все еще учусь, да, я нахожусь в этом процессе, но сегодня мои дела обстоят гораздо лучше, чем 15 или 10 лет тому назад. Именно поэтому этот вызов Павла кажется мне таким с ног сшибательным, можно так сказать, когда Павел говорит подражайте мне во всем, как я подражаю Христу. представьте себе, он имел дерзновение говорить такие вещи. Есть еще один стих Писания, где Павел говорит в своем послании, делайте то, что вы видите в моей жизни, и вас Бог благословит. Честно сказать, моя спонтальная реакция на такие заявления это Господи, помоги мне. Ученик – это такой человек, который призван рождать плод в своей жизни, приносить плод. Это Иоанна 15, 8. Когда Иисус говорит «Поэтому, потому что вы приносите много плода, окружающие люди будут видеть, что вы мои ученики». Итак, вы прославите Отца Моего. На самом деле, Бог так и прославляется, когда ученики Христа приносят плоды. Приносить плоды – это не значит делать какие-то подвиги и совершать что-то великое в глазах окружающих людей. Это когда мы строим мега-церковь, строим крутое здание и все вокруг восхищены. надеюсь, вы помните, что в течение первых трехсот лет у церквей вообще не было никаких собственных зданий особых. Именно поэтому они не могли сказать «Давайте пойдем в церковь». Потому что они понимали, что это они церковь, сами. У нас нет церкви, мы сами церковь. Мы все живые камни, из которых строится духовное здание. И зачем это здание строится? С целью того, чтобы туда пришел Бог и там жил. И надеюсь, нам всем понятно, что мера Божьего присутствия в собрании напрямую зависит от состояния сердца каждого живого камня. от состояния сердца каждого из нас фактически. Знаете, как бывают такие люди с очень потребительским внутренним отношением, они приходят на церковное собрание и говорят «Ой, что-то сегодня я не переживал Божье присутствие, это безобразие, группа прославления не была помазана сегодня». Но к сожалению, если не было Божьего присутствия, это навряд ли упирается в группу прославления. Это упирается во внутреннее состояние сердца многих членов этой церкви. потому что что делают люди? Они в течение недели собирают на мусорках всякую грязь этого мира, а потом тащат ее с собой на воскресное собрание. Они тащат с собой грехи, которые оскорбляют Святого Духа. можно сказать, в современном мире у людей есть куча всякого рода странных понятий церкви. Скажем так, возвращаясь к вопросу, что имел в виду Иисус, когда сказал, что так будет прославлен Отец, что его ученики принесут много плода. О каком плоде ведется речь? ведется во-первых о плоде Духа. Плод Духа это то же самое, что характер Иисуса. Это то, что должно умножаться внутри нас. Любовь, радость и мир, и кротость, и долготерпение, и все эти удивительные, драгоценные вещи. включая способность самопожертвования или воздержания, или самодисциплины, один из плодов Святого Духа. Это сущность Христа. И ученик, он просто учится производить определенную атмосферу, в которой сам Святой Дух и производит эти плоды Святого Духа. И есть еще один замечательный стих Писания, это Галатам, четвертая глава, Галатians 4, 19, 19 стих, где говорится, что в нас во всех должен сформироваться, дословный перевод с английского, сформироваться Христос. Что такое Христос должен отобразиться или сформироваться внутри нас? Это его отношения, это его характер, его сердце. И я думаю, что уже наступило такое время, когда мы должны скажем так выявить и положить конец очень распространившейся в религиозных кругах идеи. К сожалению, это очень распространенное мнение, что если только люди будут приходить по воскресеньям на наши собрания, будут слушать наши чудесные проповеди каким-то фантастическим и сверхъестественным образом они изменятся и всему научатся. если бы это было так на самом деле, то как тогда я мог бы объяснить себе эту простую реальность, что путешествую, например, по немецкоговорящему миру в Австрии, в Германии и повсеместно в Швейцарии например, я вижу людей, которые уже находятся в вере 20-30 лет, но они являются духовными младенцами при этом. Духовный рост не зависит от того, сколько времени прошло. Для того, чтобы происходил духовный рост, требуется нечто большее. и давайте будем реально смотреть. Например, если мы посмотрим на светскую систему образования, ни один учитель в обыкновенной школе не имеет этого наивного подхода, подобного, как у нас есть в церквях, что если я просто буду людям рассказывать какие-то теории, какие-то объяснять им вещи, связанные с моим предметом, они просто всему сами научатся. Никакой человек, учитель, не верит, что, например, ребенок овладеет математикой, если он будет просто слушать лекции. Однозначно любой учитель объясняет что-то. Ну, а потом, что делает любой учитель в здравом уме? Например, сначала учитель объясняет какой-то, например, теоретический момент, а потом он дает конкретные задания своим ученикам, чтобы они пошли и дома на практике это применили и, например, решали задачи примеры. Другими словами, учителя всегда дают домашнее задание, а потом они делают что-то еще сверх того. Любой, скажем так, ответственный учитель потом проверяет, а ученик его сделал домашнее задание или нет. они не обладают этим наивным отношением. Ну, я же им дал домашнее задание, вне всяких сомнений они пошли и все до одного сделали. Поэтому, ну, все, эту тему закрыли, давайте я им следующую теорему объясню. Любой преподаватель проверяет, сделано было домашнее задание или нет, а потом еще сверх того. начинаются контрольные работы. В чем заключается сущность контрольной работы? Благодаря контрольной работе можно проверить, какой материал ученик освоил, а какой нет. поэтому, а у нас тогда откуда взялись такого рода понятия, что мы просто будем рассказывать людям интересные лекции, проповеди, а они пойдут и сами изменятся, всему научатся, и все будет просто прекрасно. Как Иисус, возвращаясь к его повелению, он не сказал, и научите их слушать. и научите их исполнять. Именно поэтому недостаточно просто даже самое замечательное слово вещать людям. Да, и это важная вещь, нам важно слово, скажем так, провозглашать либо там на церковном собрании, либо в группе учеников. Но потом нам необходимо проводить время с людьми индивидуально и увидеть и удостовериться, где эти люди находятся, что они реально понимают и как они этим живут. Что эти люди стали практиковать в своей жизни, а что они просто позабыли или оставили где-то в пути. Поэтому необходимо садиться с людьми, необходимо с людьми разговаривать, людям необходимо задавать вопросы. Мы узнаем, где у этих людей есть какие-то места слабости, где они больше всего сражаются. и молимся за них. И мы получаем от Духа Святого мудрость, какой должен быть следующий шаг для их индивидуальной жизни. И на все на это нужно время. Но понимаете, каким бы сложным это, скажем так, не выглядело, мы не можем это обойти. Когда я слушаю, как пасторы регулярно жалуются и говорят, знаешь, у нас собрание, люди в основном очень пассивные, только некоторые хотят служить, например, в детском служении, в каких-то практических вещах, а все большинство хотят сидеть, и чтобы им кто-то служил. И когда мне служители говорят о том, что у них есть какая-то проблема с работниками в церкви, со служителями, я всегда им говорю, послушай, у тебя не проблема в нехватке служителей, у тебя проблема в нехватке настоящих учеников. Почему? Потому что это одна из тех основных вещей, которым учится любой ученик. Ученик учится быть слугой, он учится помогать и содействовать в практических вещах. Понимаете, суть этого какая. Если у нас нет достаточно людей, готовых служить, это значит, что у нас просто нет учеников достаточно. А потом люди начинают интересоваться ученичеством. И когда мы объясняем, что необходимо и как это делается, когда я начинаю объяснять пасторам, что нужно тогда садиться с людьми и шаг за шагом проходить через их проблемы внутренние. Знаете, что мне говорят пасторы в ответ очень часто? Они мне говорят, ой, вот на это у нас время точно нет. А я им тогда говорю, послушайте, если у вас нет времени не на это, это значит, что пройдет 10 лет, а проблемы ваши останутся прежними. Да, может быть, на то, чтобы, скажем так, сделать несколько учеников, там, 5-6 человек. Да, на это может потребоваться 3-4 года. Но если эти люди сделаются по-настоящему учениками, они сами будут впоследствии рождать учеников. Потому что ученик, который не делает учеников, сам не ученик. Да, и мы, может быть, начинаем вот такой процесс всего лишь с несколькими людьми, готовыми на это. Но потом это начинает распространяться. И я даю тогда служителям совет. Я им говорю, посреди вашего собрания, почему бы вам не открыть настоящую новозаветную церковь. Откройте церковь в церкви. А что с остальными делать? Ну, благословляй их. Потому что это прекрасные люди, которых Бог использует для того, чтобы натренировать тебя в терпении. Да, и учит тебя через таких людей любить тех, которые любить не хотят в ответ или любви недостойны. Поэтому мы принимаем этих людей. Но мы не тратим свое время на таких людей. Потому что вы же понимаете, есть куча людей, которые все, что они хотят, это бесконечно разговаривать о своих никогда не прекращающихся проблемах. А как только ты им сообщаешь о тех практических шагах, которые им необходимо сделать, чтобы из своих проблем выйти, они, скажем так, отпрыгивают сразу. Почему? Потому что они сами свои проблемы решать не хотят. Они хотят, чтобы ты пришел в их жизнь и решил все их проблемы. А это невозможно. можно. Мы можем пытаться помочь людям, мы можем людям показать шаги, которые им надо сделать. Мы можем вдохновлять и ободрять людей, мы можем их поддерживать, мы можем их благословлять, но каждый человек должен сам принимать правильные решения. поменять поменять в своей жизни. Вы никогда не сможете им помочь. Потому что сам Бог не может им помочь. Может быть, это для вас тоже несколько шокирующее утверждение. Но это один из фундаментальнейших принципов в нашем служении людям. Бог гордым противится. Он дает свою благодать только смиренным людям. И каковы признаки смирения? человек задает реалистичные вопросы. Человек проявляет готовность быть послушным. Человек берет ответственность за свою собственную жизнь. Этот человек перестает винить всех, начиная от родителей, заканчивая церковью, заканчивая государством и своей страной. Кстати сказать, это тоже один из основных признаков настоящего ученика. Такой человек берет ответственность за свою жизнь, за все, что в ней происходит. Человек берет ответственность за свои понятия, за свой образ мышления. Человек берет ответственность за принимаемые им решения. И мы же понимаем, что это гигантская разница между пожеланиями и конкретными решениями. Есть люди, которые страдают от каких-то внутренних проблем. И им хочется, чтобы их проблемы закончились. принимать конкретные решения. Но при этом эти люди отказываются принимать конкретные решения для того, чтобы сделать конкретные шаги. И таким людям вы помочь никак не сможете. вы можете их трясти только. Вы можете призывать этих людей проснуться. Вы можете их будить и говорить это твоя жизнь, друг. Когда ты начнешь двигаться уже вместе с Богом. Когда ты уже сам откроешь свою жизнь для Божьего влияния, для того, чтобы Бог мог что-то там изменить. Когда ты начнешь делать шаги послушания. Но мы как люди никогда не можем помочь людям решить их проблемы, если те со своей стороны отказываются двигаться вместе с Богом. Мы поговорим об этом позже, еще в подробностях. Но давайте будем дальше обсуждать, кто такие ученики. Еще одно описание. Ученик учится любить Бога. Потому что он понимает, что это наивысшая цель в Божьем сердце. Возлюби Господа Бога твоего всей душой твоей, всей крепостью твоей, всей силой твоей, всем разумением твоим. И возлюби ближнего своего как самого себя. Это две наибольшие из заповедей. Сейчас я имею дело с небольшой группой верующих, которые должны решить для себя, хотят ли они быть учениками. и и оставил этим людям определенную домашнюю работу, которую им надо сделать. Очень какие-то простые вещи, чтобы они, например, послушали проповедь и выписали для себя, что им, каждому индивидуально Бог говорит. И какие решения последуют из этого. В общем-то, очень простое задание. И потом выясняется, что некоторые люди из этой группы, они, например, просто не делают то, о чем я их попросил. И разумеется, это не потому, что у них времени нет. Я знаю, что у них есть время. У каждого из нас есть 24 часа в сутки. У нас у всех есть время. И кстати сказать, каждый раз, когда вам человек говорит, у меня нет времени. Фактически человек вам говорит, у меня просто другие жизненные приоритеты. Другими словами, в моей жизни есть нечто более важное. интересное. Интересно, что один из них даже такой довод мне сказал, он сказал, ой, знаешь, Хартик, я не хочу сидеть вот в этом слове копошиться, я хочу пойти и реально помогать каким-то людям. знаете, человек не видит внутренней нужды в том, чтобы как-то меняться, он просто хочет помогать другим людям. Мило, конечно, но, с точки зрения Писания, это не наш основной приоритет. Написано в Марка, Иисус созвал своих учеников, Он созвал апостолов, чтобы они пребывали с Ним и для того, чтобы потом отправить их на проповедь. Первое, для чего Бог Иисус их позвал, Он позвал, чтобы они были с Ним, потому что только так люди могут меняться. И чем больше люди меняются, тем больше Бог может нас использовать в том, чтобы помогать меняться другим людям. или как Иисус говорит, Отец себе ищет не иначе, как поклонников, людей, которые будут поклоняться Ему в Духе истине. Знаете, есть такие супер духовные верующие, которые говорят, ой, на все на это у нас нет времени, вот он у нас, погибающий мир, вот нет, мы все призваны проводить время с Ним. Потому что это единственный способ, как мы его можем узнать. И только после того, как мы сможем его узнать, это основное условие, как мы можем его полюбить. Ни один человек не может развивать взаимоотношения с любви с Богом, которого он не знает. Для того, чтобы кого-то по-настоящему полюбить, кого-то любить, будь то сам Бог или какой-то другой человек, вначале эту личность нужно хорошо узнать. по-русски с этим проще, у нас есть слово нравится, но в английском языке люди очень часто говорят, я люблю вот такого-то певца, я люблю вот такую-то звезду, но мы говорим обычно нам нравится. Но когда люди употребляют слово я люблю мороженое, например, нам это понятнее, это когда люди бросаются такими словами, это глупые незрелые разговоры подростков. Это когда подростку кажется, что только потому, что он написал в инстаграме какие-то комменты к чему-то профилю, у него уже есть взаимоотношения с этой звездой. человек ходит на улице он не говорит «hello» потому что он не знает его . Скажем так, но если мимо такого подростка его звезда пленительного счастья будет мимо проходить, она не поздоровается с таким подростком потому что они просто незнакомы. но это призвание любить Бога это нечто совсем другое чем то что я описал только что это когда я просто потрясен я очарован я захвачен Божьей красотой его характером всем тем кто он есть и такого рода любовь к Богу она может вытечь только из общения с этим Богом а не когда человек занят каким-то техническим христианским служением или посещением тех или иных собраний такая любовь рождается только когда человек и Бог проводят вместе время когда человек поклоняется когда человек делает это с Писанием и когда человеком движет это внутреннее желание я хочу тебя увидеть я хочу тебя познать я хочу чтобы моя жизнь была открыта для всего того что ты хочешь сделать